В шестерку сильнейших стран вошел Казахстан по итогам трех дней Азиатских игр в Туркменистане. В копилке нашей сборной 14 медалей. Чемпионами стали Сергей Григорьев в прыжках с шестом, Иван Иванов, выступивший в толкании ядра, и Ольга Рыбакова в прыжках в длину. Об олимпийской атмосфере в столице Туркменистана нам расскажет глава комитета Министерства культуры и спорта Ельсияр Канагатов. Прямо сейчас он выходит на прямую связь с нашей студией из Ашхабада. Итак, Ельсияр Баймухамедович, добрый вечер. Скажите, много ли спортсменов представляет нашу сборную? На кого можно рассчитывать? Добрый вечер, Амина. В Ашхабаде находится наша национальная сборная команда в составе более 250 человек. Из них 173 спортсмена по 17 видам спорта. В программе азиатских игр по закрытых помещениях и по боевым искусствам 21 вид спорта. Мы принимаем участие в 17. Уже есть первые результаты. Можем поздравить наших болельщиков. Мы имеем уже 3 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. 4 медали. И находимся пока на 6 месте. Но наши основные виды у нас впереди. Я думаю, сегодня тоже мы находимся на лекаритическом манеже, где выступает Ольга Рыбакова в своей коронной программе, в кровьном прыжке. И Зябкина, Сафронова, 60 метров в финале. Я думаю, здесь тоже будут медали. Кроме этого, в финале у нас сегодня по туркменской борьбе двое спортсменов. Будем надеяться, что они тоже постараются выступить достойно. До конца игры осталось чуть больше недели. Скажите, а в каких еще видах спорта могут отличиться казахстанцы? Ну, уже мы завоевали по таким видам спорта, как легкая атлетика, тайквондо, велотрек, джи-джуцу, борьба на поясах. У нас впереди еще соревнования по самбо, кикбоксу, муай-тай сейчас без поражения пока идет. Я думаю, в этих видах спорта, мы еще греко-лимпийская борьба, надо поздравить наших спортсменов с включением в программу национального вида спорта казах-крысы, где принимают участие 10 стран и 92 участников трех весовых категорий. Приехал и наш балуан, знаменит Айбек Нагмаров, который тоже сейчас готовится к выступлению по казах-крысу. Поэтому есть надежда еще в теннисе, самбо, муай-тай, вот как я говорил. В этих видах спорта мы надеемся, что будут результаты хорошие. Ну вот вы как раз подняли эту тему. А как вы считаете, станет ли казах-крыс еще популярнее после азиатских игр? Ну, учитывая, что первенство по национальной казахской борьбе проводится впервые в рамках этих игр. Да, казах-крысы. В целом, вот, национальная сборная туркменской команды, например, завоевала много медалей в своих национальных видах спорта. Вот туркмен, кураж. И казах-крысы у нас представлены в трех весовых категориях. Принимают участие Индия, Иран, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Индонезия, Монголия. Я думаю, вот это вот из страны, где уже казах-крысы действительно получают свое развитие. В целом, вы знаете, что мы проводим и чемпионаты мира по казах-крысы. Поэтому уже включение комплексной программы азиатских игр в закрытых помещениях, это уже большой успех. Надо дальше двигаться, включать ее в азиатские игры летние и дальше работать для того, чтобы национальная борьба казах-крысы действительно стала популярной во всем мире. Благодарю вас за беседу. Ну что ж, побед нашим спортсменам. Будем держать за них кулачки. А я напомню, о спортивном празднике в Ашхабаде в прямом эфире рассказал Ельсияр Конагатов, глава комитета Министерства культуры и спорта Казахстана.